Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 мая. Память преподобного отца нашего Серапонта, Белоизерского чудотворца. Этот преподобный отец наш Серапонт происходил из пределов Московской области, из города Волоколамского. Он был сыном благочестивых родителей по фамилии Поскачиныш и в мире носил имя Феодора. Достигший совершеннолетнего возраста, он исполнился страха Божия и пожелал удалиться из мира. Оставив дом свой и родителей, он пришел в славный город Москву и в Симоновом монастыре Пресвятой Богородицы принял иночество, причем ему дано было имя Ферапонта. После всего, пребывая в послушании, молитвах и посте, он много лет подвязался в этой обители. Однажды, по каким-то монастырским нуждам, он послан был архимандритом в области Белого озера. Белое озеро или Белоозеро находится в нынешней Новгородской губернии. Рассмотрев находившиеся там места, весьма полюбил их и возвратился в свой монастырь. По устроению божественного промысла случилось, что в этом монастыре, пребывая в безмолвии, находился преподобный Кирилл, впоследствии Белоизерский чудотворец, и он в это время удостоился видения Пресвятой Богородицы, которая повелела ему идти в страны Белого озера, как о том подробнее рассказывается в житии его. Преподобный Кирилл и Ферапонт, сговорившись, вышли вместе из Симонова монастыря и пришли в страны Белого озера. Обойдя все находившиеся там пустынные места, они пришли на то место, где расположен теперь Кириллов монастырь. Здесь преподобный Кирилл рассказал Ферапонту о бывшем нему явлении Пресвятой Богородицы, и они на этом месте стали строить себе келью. Но преподобный Ферапонт недолго прожил с преподобным Кириллом. Вскоре он ушел от него и нашел между двумя озерами место, которое ему понравилось. Он стал расчищать его и построил себе келью. После этого стали собираться к нему иноки, выстроили монастырь и построили в нем храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобный Ферапонт часто ходил к преподобному Кириллу для духовных бесед и для устроения монастырской жизни, так как жил недалеко от его обители, в расстоянии только 12 и поприщ. И получал от него великую пользу. Так и проводили в Боге жизнь свою преподобные. Вследствие такой добродетельной жизни слава о них дошла до слуха правителей той страны, и даже до самого великого князя Андрея Дмитриевича, в уделе которого ходил областью Белого озера. Услышав о святых подвижниках, князь пришел в великую радость от того, что в его владениях явились такие преподобные. Прославил Бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей. Получилось, что княжеским наместникам в Белое озерской стране был ближний боярин князя. Он посетил обитель. Пресвятой Богородице виделся с преподобным стартом Ферапонтом, беседовал с ним и очень полюбил его. Возвратившись затем в Можайск, он рассказал о преподобном князю. И последний от этого рассказа пришел в большое умиление, так как был весьма благочестив и боголюбив. Спустя несколько времени после сего у князя явилось сильное желание устроить монастырь в своем городе Можайске, где он имел свою княжескую резиденцию. Он обратился к своим боярам за советом, где бы найти такого мужа, который бы устроил обитель. И бояре напомнили ему о блаженном Ферапонте, сказав, что для этого святого дела он не найдет другого более опытного человека. Тогда князь послал одного из своих вельмож с письмом к святому старцу и подарками для него, прося его не отказать ему в его просьбе. Святой, выслушав просьбу князя, серьезно обдумал ее и сообщил о ней братьям. И братья дали совет ему исполнить просьбу князя. Преподобный подчинился воле братья и, взяв с собой одного из иноков, пришел к князю Андрею. Князь принес святого старца и спутника его с великим почетом и стал просить его присмотреть место для построения монастыря. Преподобный долго отказывался от этого, умоляя князя отпустить его в его монастырь. Но никак не мог отказаться и, подчинившись воле князя, пошел и нашел близ реки Москвы на расстоянии одного поприща от города Можайска удобное и красивое место. Взяв затем вместе с князем от епископа благословение, они построили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, соименный храму первой обители преподобного. Соорудили при нем по обычаю монастырскому все постройки, благолепно украсили их и собрали иноков. Князь весьма чтил этот монастырь, более чем другие находившиеся вблизи монастыри. Настоятелю его он выхлопотал сам архимандрита преподобного Ферапонта, поставил первым настоятелем и заботливо покоил его старость. После этого преподобный, богоугодно прожив остаток жизни своей, в глубокой старости отошел ко Господу. Преподобный Ферапонт скончался около 90 лет от рождения 27 мая 1426 года, прожив в Лужицком монастыре 18 лет. Отошел ко Господу, которого возлюбил с юности своей, и с почестями погребен был в этом монастыре. Богу нашему слава вовеки, всегда и вечную! Будете регулярно получать с нашего канала.